Макси Форекс. Единственный Форекс-брокер, входящий в Ассоциацию Российских Банков и в Ассоциацию Региональных Банков России. Аналитику от Макси Форекс используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 9 июля. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Форекс. Евро-доллар получил некоторую поддержку на торгах в понедельник. Курс пары пробил боковой диапазон азиатской сессии и начал расти. Драйвером роста для евро стал выход экономической статистики по Германии, которая сообщила о положительном сальто торгового баланса и профиците государственного бюджета. И хотя профицит оказался чуть меньше ожиданий, а сам показатель продемонстрировал сокращение экспорта и растущий импорт, рынок проигнорировал эти негативные детали, исходя из принципа наличия самого профицита. Кроме того, дополнительную поддержку быкам по евро в его восходящей коррекции оказала и фиксация прибыли по ранее открытым позициям на продажу единой валюты, которая началась вблизи сильного уровня поддержки 1,28. На этом фоне курс пары достиг максимального уровня подъема на отметке 1,2881, возле которой и завершил дневные торги. В нашем прогнозе на вторник предполагаем снижение пары первоначально к уровню дневного разворота 1,2853, а затем к минимальному уровню пятницы 1,2806. Если продавцам единой валюты удастся последовательно преодолеть эти уровни и закрепиться ниже ценовой отметки 1,2806, снижение пары продолжится к следующим целям 1,2747, 1,2700 и, возможно, к 1,2660. Если же пробить на снижение уровень 1,2806 не удастся, пара возобновит восходящую коррекцию, которая подтвердится пробоем вверх уровня вчерашнего максимума 1,2875 и закреплением валюты над ним. В этом случае подъем евро-доллара может продлиться к целевым уровням 1,2900, 1,2954 и выше. Встретив поддержку быков на подходе к минимальному уровню пятницы, 1,4857 фунт доллар перешел к более активным попыткам восстановления и к концу понедельника достиг максимального уровня подъема на отметке 1,4964. В краткосрочной перспективе пара сохраняет шанс на дальнейшую коррекцию, однако преградой на пути остается сопротивление продавцов по уровню 55-дневной скользящей средней 1,4962-часовой график и уровню дневного сопротивления 1,5006. Впрочем, вряд ли стоит рассчитывать на активную коррекцию, имея в виду довольно негативный настрой рынка по отношению к британской валюте. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем возобновление снижения пары и пробой уровня дневного разворота 1,4925, а затем предыдущего минимума 1,4857, после чего следует дальнейшее снижение к целевым уровням 1,4800, 1,4747 и, возможно, к 1,4680. Продолжение восходящей коррекции и подъем пары к новым целевым уровням могут стать актуальными, если пробой вниз уровня 1,4857 не состоится. В этом случае целями подъема станут уровни 1,4964, 1,506, 1,5033 и 1,5070. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на вторник. Коррекционный подъем котировок на вчерашних торгах вернул основные уровни поддержек и сопротивлений металлов на позиции предыдущего дня. Ближайшим краткосрочным сопротивлением по золоту оказался уровень 1,241,00. Пробой этого сопротивления при движении наверх откроет путь к следующим целям – 1,260 и 1,266,00 за унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на уровне 1,227,00. Если он будет пройден, станет возможным дальнейшее снижение к ценовому уровню 1,208,00 и важному психологическому уровню 1,200,00 за унцию. Серебро в аналогичной динамике также изменило свои прежние позиции. Ближайшим сопротивлением для него теперь является ценовой уровень 19,30,00. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться к следующему уровню – 19,50,00 за унцию. Уровень поддержки серебра остается на отметке 18,70,00. Если котировки преодолеют его, снижение продолжится в направлении целевого уровня – 18,40,00 и ниже. В экономическом календаре вторника Китай опубликует индекс потребительских цен и цен производителей. Великобритания представит отчет Королевского института дипломированных оценщиков по изменению цен на дома. Итоговые показатели баланса внешней торговли за май, включая объемы экспорта и импорта, данные по изменению объема ВВП за три предшествующих месяца, а также объем промышленного производства за май месяц. В еврозоне состоится встреча Совета министров финансов стран Евросоюза. В Швейцарии выйдут данные по реальному объему розничной торговли, а Канада отчитается по количеству закладок новых фундаментов. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Maxiforex – единственный форекс-брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Maxiforex используют порталы Вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка.